Клинический пример номер 7. Также он относится к латеральному перемещению средственно-косничной области для устранения рецессии десны. Что вы видите на этом клиническом примере? Рецессия десны какого класса? Все правильно. Это второй, даже можно сказать, третий класс, потому что есть уже убыль межзубного сосочка. Думаю, что этиологически это связано с положением зуба плюс с наличием тяжей в области уздечки нижней губы и такой вот торта аномалии зубов и его выдвижения зубной дуги. Более предмет мы можем осмотреть исходную ситуацию, наличие вплетенного тяжа, рецессию, контоминированную поверхность корня в области рецессии десны, полное отсутствие прикрепленной десны и убыль межзубного сосочка. Измерение глубины рецессии десны составляет 4,5 мм. Измерение убыль межзубного сосочка. Согласно протоколу и модификации дизайна латерально перемещаемого волоска, то нужно измерить ширину рецессии десны. Она составляет 3 мм. Соответственно, наша формула будет ширина рецессии десны плюс 6 мм. Дублирует измерение ширины рецессии десны в другом положении. Демонстрирует выполнение новых исчислений для дизайна лоскута. Демонстрирует отправную точку дизайна разреза после выполнения измерений. Обратите, пожалуйста, внимание на структуру латерально перемещенного лоскута. Там хорошая керодинированная десна. Измерение вертикального объема прикрепленной десны в области перемещаемого латерального слизистон-косничного лоскута. Разрез. Выполнение дизайна разреза. Уже с продолжением вертикального латерального разреза. На нем вы видите уже отслоенный лоскут, который будет латерально перемещаться. И сейчас мы приступаем к обработке поверхности корня. То есть на поверхность корня уже нанесен гель ЭДТА-17% на 2 минуты экспозиция. Также вы наблюдаете экспозицию ЭДТА-гелия в области контаминированной поверхности корня. Нанесение гелия ЭДТА на поверхность бесклеточного цемента в области рецеси и десны. Химическая обработка, создание буферной зоны в области поверхности корня. Обработка поверхности корня в зону специфической кюреты для удаления контаминированной, буферизированной зоны бесклеточного цемента с поверхности корня. И очищенная поверхность корня. Полировка поверхности корня обратно к конусным бором, специальным продентологическим сетом. Окончательная финишная полировка бором в области оперируемой рецессии и десны. Выбор шовного материала в данном случае это мононить, монофил 6 нулей, обратно режущей иголочкой. Первый вкол в анатомии основания хирургического сосочка на слизистонокосничном лоскуте в латеральной части перемещаемого лоскута. Фиксация латерально перемещенного лоскута в новом положении швами. Продолжение ушивания латерально перемещаемого лоскута. Продолжение фиксации двойным обвивным кисетным швом перемещаемого латерального слизистонокосничного лоскута. Фиксация пинцетом слизистонокосничного лоскута в новом положении. Вкол слизистонокосничный лоскут в основании хирургического сосочка с обратной поверхностью лоскута. Вкол в основании хирургического сосочка в области лоскута слизистонокосничного. Продолжение ушивания латерально перемещенного лоскута слизно-анкастичного. Фиксация слизно-анкастичного лоскута двойным обвязанным кисетным шумом в новом положении. Продолжение ушивания раны. Выкол иглы в области хироанатомического сосочка. Продолжение фиксации латерально перемещенного лоскута в новом положении. Продолжение фиксации лоскута. Продолжение ушивания. В картинке на фотографии вы можете увидеть ту самую петлю, почему шов называется петлевидный. Утягивание лоскута в новом положении на швах. Продолжение ушивания слизно-анкастичного лоскута. Перемещение фиксации слизно-анкастичного лоскута. Фиксация слизно-анкастичного лоскута латерально перемещенным двойным обвязанным швом. Утягивание лоскута на швах. Проведение иголки в межзубном промежутке для фиксации окончательной слизно-анкастичного лоскута. Обратите внимание, вот эта особенность этого шва, когда, конечно, нитка первого прокола остается в основании анатомического сосочка, а последняя ниточка вытаскивается в межзубном промежутке, она не прокалывает сосочек. Прокол основания хирургического сосочка в области лоскута. Также можно с другой ракурсом посмотреть, как этот прокол выглядит и где находится основание хирургического сосочка. Утягивание лоскута на швах. Продолжение утягивания лоскута. Завязывание узлов в области утянутого лоскута. Первичная фиксация двойным обвязанным петлевидным швом в области латерально перемещенного лоскута одним узлом. Зафиксированный латерально перемещенный лоскут. Обратите внимание, что в данном случае есть дефект, непокрытый эпителиальной слизистой частью, и он будет ушит для заживления вторичным натяжением. Вид зафиксированного лоскута латерального и ушитый вертикальный разрез в области перемещенной уздечки нижней губы. Также видно зафиксированный лоскут и ушитый непрерывным швом вертикальный разрез медиальный. Видите, как зона открытая, непокрытая эпителием, была ушита крестообразным вертикальным швом с применением губки коллагенов и с гемостатическим эффектом. Вид через 14 дней после операции. Обращу ваше внимание, в области медиального края есть дефект, отсутствие эпителизации в области участка рецессии десны. Лоскут полностью прижился, донорское место эпителизировано. Но здесь в связи с тем, что пациентка нарушала режим обработки, рекомендации не выполняла. Она еще и курильщик, если вы обратили внимание, по налету. Ну и по гигиене тоже все понятно. Здесь произошла просто такая флотация лоскута ранняя из-за курения, из-за напряжения в этой зоне. Ну и такое последствие незначительное. Понятно, что рецессия как таковая устранена, но тем не менее это не очень красиво выглядит. Состояние слэд 2.119. Состояние тканей после снятия швов. Состояние тканей после операции через 14 дней после снятия швов. Обращу ваше внимание на индивидуальную гигиену. Демонстрация наличия рецессии десны, ее устранение. Обратите внимание на вновь созданный объем и ширину прикрепленный десны, кератинизированный. Ну и впоследствии, просто фотографии здесь нету, вот эта незначительная десессия, она была устранена простым методом. Был хирургически под анестезией депитализирован вот этот краешек и просто сшит между собой. То есть буквально в течение 10-15 минут. Мы нивелировали, конечно, этот момент. Но эстетически не очень все это симпатично. Хотя, да, листессия устранена и все проблемы с самим зубом решены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok